Генеральный спонсор программы «Место происшествия» Интернет-магазин автозапчастей «Евразия Автоплюс». Интернет-магазин автозапчастей «Евразия Автоплюс». Простой поиск. Автовые цены. Наличие в магазинах. ЕА43.ру. Просто заказать. Легко купить. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. У дома номер 126 по улице Московской сотрудники вне ведомственной охраны заметили двоих подростков, которые резко побежали от взломанной машины. Один из них, 15-летний подозреваемый Владлен, как неподготовленный ученик перед учителем, предпочел молчать. У дома 126 по улице Московской сотрудники ОВО заметили двух подростков, которые резко побежали от взломанной машины. Один из них, 15-летний подозреваемый Владлен, как неподготовленный ученик перед учителем, предпочел молчать. Что-то задержано, что-то, значит, приключилось с вами сегодня утром уже. Как дела? Ясно. Классический ответ. Это классическая кража с проникновением в автомобиль. Владелец вскрытой Нивы Василий удивлен, ведь его машина тщательно замаскирована снегом и почти неприметна. Но, тем не менее, подростки выбрали именно ее. Разбудили сотрудники полиции звонком по домофону. Что сказали? Сказали, так-то, и так-то. Выйдите во двор, вскрыли машину, сняли магнитолу. Пока ничего я больше не знаю. Только что вышел. По словам мужчины, заявление на подростков уже написано, ведь остаться без музыки в автомобиле он не хочет. Порядка новая, она тысячи четыре, наверное. Ну, японская, автомагнитола с дисководом. Ниже двух они не продают сейчас? Скорее всего, нет. Вещи, которые при них находились, являются краденными. В данный момент по материалу проводится проверка. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Кроме того, родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых. В полиции отмечают, основная причина таких преступлений не в самих детях, а скорее в их родителях. Обе семьи, где проживают дети, находятся на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. С семьями проводится профилактическая работа инспекторами по делам несовершеннолетних. Но причиной совершения данного преступления это явилась бесконтрольность со стороны родителей. Как выяснилось, за ночь и утро несовершеннолетние воришки отличились не только на улице Московской. Еще одну кражу они совершили в Октябрьском районе города. Сейчас проводится проверка. Сергей Пичугин, Павел Москвин, Место происшествия.